Здравствуйте, Анна! Наконец проект закончился, и я могу рассказать про кубы, всю выполненную работу. Я буду рассказывать, как они функционируют, покажу какие-то технические моменты, какие вещи я изменил по результатам тестов, или какие-то загадки заменил в какую сторону. Начнем вот с этого куба. Это четвертый в сценарии, по-моему, у нас был. В нем я не делал никаких модификаций, в отличие от сценария. То есть эта загадка остается такой же. Игроки направляют под обретеленным углом камеру, и у них на камере накладываются значки, которые они видят в реальности на кубе, на виртуальную картинку. Это остается загадка. И здесь нажимать быстро последовательность. Вот у нас в сценарии тоже последовательности были, штрих-код. Штрих-код я заменил не штрих-кодом, а последовательностью единиц нулей, потому что штрих-коды плохо считывались с игроками. Это вот модификация небольшая. Этот куб не использует никакой электроники внутри себя, у него нет подсветок. Вы просили сделать специальное крепление куба, чтобы админ не мог неправильно закрепить. Вот я сделал на быстрых барахушках, чтобы снять куб от платформы. Снимается вообще три барашка, но я для теста здесь два использую. И мы снимаем. Вот так выглядит куб. У каждого куба снизу есть специальная крышка с болтами. Этот куб не разборный, и вообще его никогда не нужно открывать, так как электроники нет. Вот так выглядит сама платформа. То есть все платформы при разборе куба можно сложить в стопочку, проложив каким-то мягким материалом, чтобы дно куба не уничтожало накладки декоративной красивости на другом. Также быстро собирать. Здесь есть вот эти все технические дырочки, есть три основные дырки. Я их еще помечу перед отправкой вам, краской, чтобы вам было наглядно видно все это администраторам этой дырки. Есть на дне каждого куба три таких болта торчат. Соответственно, просто очень быстро это устанавливается в отверстие, потом приподнимается, берется барашек. Я это делаю левой рукой, потому что сейчас возиться буду надолго. Если бы я сейчас не снимал, я бы сделал все быстрее, потому что я с левой руки неудобно закручивать. А так они вот так очень быстро легонько подхватываются. Платформа делает куб устойчивым, и игроки в него не лазят, они сверху трогают, смотрят. Как можете заметить, я не поскупился на болтики, чтобы декоративные накладки очень крепко держались. Перейдем к следующему кубу. Следующий куб состоит из двух загадок. Это загадка на ощупь. Внутри, с этой стороны, с этой, с этой и с задней, есть объемные детали, которые игроки ощупывают. Здесь специальный шторок, который не дает им там особо посмотреть. Внутри все еще краской закрашено. То есть, они, конечно, могут помучиться, да, что-то увидеть. Но это сделано максимально им неудобно, они должны ощупать. Здесь я сделал изменения. По базовому сценарию у меня должны на сторонах, гранях этого куба быть иероглифы. Я их убрал. Я их убрал, и они будут в приложении как подсказки. То есть, там будет рисунок куба, у которого будут кнопки указывать на определенную сторону куба. То есть, это небольшое усложнение загадки. В общем, нижняя загадка у этого куба – это вести последовательность цветов. Очень быстро. Она не изменилась вообще. То есть, вот здесь вот начало. И они быстренько вводят, вводят, вводят все эти цветные значки по всем граням. Такой аккуратный, минималистичный куб. У него тоже никакой электроники нет, поэтому его просто собирает администратор. Ничего с электроникой включать не нужно. Следующий куб у нас состоит из двух загадок. Одна загадка на четырех бортах, со всех четырех сторон. Это панели с кнопками, в центре каждой кнопкой. Вторая загадка на верхней панели. Так как этот куб электронный, электронные кубы отличаются тем, что у них есть. Сейчас покажу. Снизу кнопка включения. Когда администратор готовит к игре, он устанавливает куб и включает его. Вот он пикнул, включился, да? И теперь это кнопка подачи питания. Сейчас я подробнее покажу, перед тем, как идти дальше. Я сниму куб, чтобы показать, что внутри находятся паряжки. У всех кубов, как я сказал, есть крышечка. И вот эти все болтики, это все технические болты. Есть четыре болта. Вот здесь вот отверстие. Это я не закрутил четыре, а оставил только два. Тоже держится. Я сделал как надежнее четыре, но закручиваю два, потому что все нормально держится. И вдвое меньше закручивать. Вот эти болты администратор откручивает. Я делаю шупривую к привертам, потому что привык. Это все делается отверткой. У них очень маленький ход. Можно маленькую портативную взять отвертку. Внутри куба. Как видите, там много электроники. Контроллер стоит. Не пугайтесь. Администратор при эксплуатации использует только вот эту штуку. Я кнопку случайно нажал. Когда нажимаешь, то все включается. Я делал собственное изготовление крепления под аккумулятор. Это стандартный аккумулятор на Алиэкспрессе. Я дам ссылку, где я их покупал. Вы можете дозаказать, если захотите больше. Я даю в комплекте вам в два раза примерно больше аккумуляторов. У меня 8 кубов использует такой тип аккумуляторов. Я вам дам 8. Ой, 5 кубов используется. 8 всего аккумуляторов дам. То есть у вас будет почти полный комплект запасных аккумуляторов. Второй. В случае игры заменять. Администратор, соответственно, после какого-то количества игр достает его. Подключает. Я потом отдельно покажу, как заряжаются они. И перед игрой, или когда там в начале дня, вставляется он. Парой болтиков мы фиксируем его. Закрыли парой болтиков. Ставим на постамент. Здесь также с помощью трех болтов. Сейчас буду править, пока закручу, чтобы не возиться. В общем, администратор включает перед игрой куб. И может его эксплуатировать. Здесь с четырех сторон светодиоды по кругу и кнопка. Эта загадка осталась как в сценарии было. То есть они нажимают на центр. У них подсвечиваются определенные светодиоды. В приложении они будут нажимать кнопку, выбирая именно эти светодиоды. В уголке это как раз символ, который помогает им определить, какую именно сторону им нужно нажимать. Соответственно, с каждой стороны разные светодиоды включаются. Сверху у нас звуковая загадка. При нажатии на кнопку раздается звук. Вот, игроки должны в приложении посмотреть. У них показывается, какую последовательность символов они должны нажимать. Здесь, соответственно, те же символы. Это старый сценарий, поэтому здесь символы не совпадут с этими. Сейчас я открою. Открою. Так, я наизусть помню, какую нужно комбинацию вести, чтобы запустилась последовательность коротких и длинных серий. Это у нас будет 1, 2, 1, 1, 2, 1, 4, 4, 2 и 3. Вот, они услышали последовательность коротких и длинных и будут ее в приложение вводить на слух. Сама логика игры этой загадки, она осталась неизменной. Здесь я не делал никаких модификаций. Игроки могут снова нажать последовательность, снова прослушать. То есть это не ограничено никак. Перейдем к следующему кубу. Следующий куб у нас состоит из двух загадок. Это первая загадка красная пленка. В сценарии она была просто как такая полочка. Вы сказали, чтобы она была складная. Вот видите, она складная. То есть она складывается, игроки ее держат, подсовывают под нее телефон и, соответственно, работают с ней. Она выглядит точно так же, как задумана по функционалу. То есть как в сценарии задумана. Вторая загадка располагается сверху. Так как я сделал, чтобы было получше видно, в этом кубике есть батарейка. Сейчас включим. Вот, включили. Эта батарейка включает подсветку. Если видите, я вот сейчас подлезу и пощелкаю. Вот я выключил, вот включил. Сейчас у меня очень яркое освещение верхнее включено, поэтому не так заметно, потому что свет бьет прямо туда внутрь. Но если, допустим, не очень ярко, будет очень хорошо подсвечивать символы. В этой загадке я изменил вот такую вещь. По сценарию у меня диск с символами, которые игроки используют как декодер, располагается сверху, полностью его видно, и они двигают стрелку руками. Вот, саму стрелку. Я изменил механизм по определенным соображениям и красоты, и того, чтобы они не видели весь диск, немножко сложнее было бы им. Я его спрятал внутрь, внутрь куба, а наружу вывел только ручку. Вот, если посмотрите, я вращаю, в одном окошке у меня какой-то иероглиф, допустим, здесь у меня иероглиф, а в другом у меня буква. То есть в каждой букве здесь какой-то иероглиф. Соответственно, когда в приложении нужно перекодировать, допустим, Асера, и нажать это иероглиф, они ищут здесь какие буквы А, С, вот, и вводят. В остальном, остальные стенки, они декоративные, на них нет элементов загадок. Этот куб состоит из загадок с планками. Эта загадка не изменилась по отношению к сценарию, я не улучшил. И загадка с ультрафиолетом, где они смотрят, то, что не видно, так глазами. Они используют ультрафиолет, осматривают. Начну с планок. Это электронная загадка, тут есть подсветка, поэтому включаем. Вот, опять же, у меня очень ярко, но если тускло, а там красный свет, он позволяет видеть хорошо символы. Здесь у нас планка, внутри символы, которые игроки видят, какой выбран, и понимают, на какую ступень планку установить, благодаря вот этим насечкам. Я сейчас поверну к свету. Насечки сделаны все цветные, соответственно, не с помощью цвета. Насечки сделаны, чтобы не стирались, это выпиливалась выемка, заполнялась краской, поэтому они не стерутся. В остальном это как в сценарии, то есть они смотрят в приложении форму окошка, выбирают нужный цвет, на какой установить, допустим, голубой. Смотрят, какой символ выбран, и устанавливают такой в приложении. А вот загадку с ультрафиолетом по тестам техническим я изменил. Изначально, если помните, у меня отсюда торчал, должен был торчать провод, и вот этот фонарик, он должен был быть на проводе, и игроки включали кнопкой его. Ну, я хотел завязать это на общую систему питания, но я изменил его, именно вот сделал таким, то есть все вырезано было, да, но по тестам я изменил его на съемный. Я вам дал в комплект два таких фонарика. Они на батарейках, но они долго живут. Потому что провод, во-первых, цеплялся, во-вторых, его, ну, игроки запутывали, он за края зацеплялся, было неудобно. И в плане переноски он болтался, то есть он никак не затягивался у меня внутрь, он болтался, был очень неудобный. В этом смысле здесь это просто съемный элемент, и очень хорошо. Также я боялся за это место, где он может перетираться, что он выйдет из строя, вот поэтому изменил его в лучшую сторону. Следующий куб у нас состоит из двух загадок. Наверху у нас карта лабиринта, который игроки проходят. Вот если помните, так в сценарии это выглядела карта лабиринта. А с боков у нас инфокрасные лампочки стоят. Эти лампочки видны только в камеру. Не знаю, эта камера увидит. Да, она увидит. Вот если видите, они отмигивают определенное количество. Сейчас у меня широкоугольная камера включена, поэтому она слабо видна. Если бы я переключил на обычную, через которую игроки и смотрят в приложении, то она намного ярче. Вот. У меня здесь, ну и вживую я их не вижу. То есть это только вы через камеру сейчас видите. Какие здесь были изменения? В сценарии у меня лампочка только одна. Вот здесь я поставила три, чтобы сделать больше угол. То есть больше обратить внимание игроков на эту часть. Второй момент. У этой загадки было, чтобы ее активировать, игроки должны нажать две кнопки. Видите, у меня даже они сделаны. Отверстия. Они сейчас закрыты. Там специальные затычки у меня сделаны, напечатаны на принтере. Вот. Изначально, чтобы ее активировать, надо было вот так нажать. И тогда только она начинала мигать. Но по результатам тестов это было, ну, слишком сложно. Игроки, то есть, должны были тыкать и одновременно в этот же момент смотреть. Плюс она же не всегда, ну, то есть попадает, что она светится. Она мигает не так часто. Вот. Поэтому это было слишком сложно. Игроки тупили. Поэтому я переделал. Они мигают все время после включения. Кнопки я везде убрал. То есть игроки просто с разных сторон, когда камера включается, смотрят. В какой-то момент они понимают. Здесь есть подсказки. Подсказки типа наведи, посмотри, лампочка. Ну, то есть это визуальные подсказки, которые помогают им лучше понять, к чему это относится. Вот. И здесь это разные надписи на иероглифах, с помощью которых игроки понимают, к какому вообще уровню это все относится. Ну, имеется в виду вот здесь вот. Количество миганей. Я хотел изначально делать на платформе подсказки по количеству миганей, но потом убрал, потому что игроки и так понимают количество миганей, сколько, какую цифру нужно в приложении ввести. Это нормально. Что касается слов, когда-то мы с вами обсуждали, чтобы здесь не было написано каких-то глупостей, я взял такие слова приятные, вроде как честь, доблесть, ум, понимание или жадность. Ну, то есть такие абсолютно абстрактные какие-то понятия. В некоторых загадках даже там, там, где есть накладки Акасама Корпорейшн, типа вот эти все кубики, они относятся к ней. Там там жадность, эти деньги. Ну, то есть даже если японцы будут считать, там нет никаких глупостей. В каких-то местах, в загадке другой покажу, там даже есть, использовал красивые стихи философские из японской мифологии. То есть они тоже подходят. Вторая загадка наверху, изначально ее не видно. Вот если посмотрите, здесь зеркальная бумага. Я отключу одно освещение, чтобы лучше было видно. Туда ничего, непонятно что там. Игроки нажимают кнопку, включается подсветка. Ну, соответственно, здесь есть у нас черепки и ключи. Это загадка с лабиринтом. По базовому сценарию там просто зеленые и красные. Типа синие сцены, красные это смерть, а зеленые должны собирать. Но сделал графичнее, чтобы было понятней. И, соответственно, они в игре какой-то безликий лабиринт из квадратиков проходят. А чтобы его пройти, куда натыкаться нельзя, соответственно, черепки. И что нужно им собрать? Все ключи. Сколько их там? Шесть? Пять? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть ключей. Они, соответственно, нажимают, смотрят сюда, а проходят в приложении. Визуально это прикольно выглядит, потому что она зеркальная, не видно. И проявляется только, когда жмешь. Этот скучный черно-белый куб сложнее всего было делать, потому что я вот эти штуки переделывал раз шесть. Серьезно, шесть раз переделывал. Это уже, не знаю, какая итерация. То есть я их приклеил, отклеивал, шлифовал заново и так раз за разом, потому что не устраивал, как быстро нацарапалось. То есть сейчас я понимаю, как бы я второй раз сделал с помощью гравировки. Тогда я печатал, наклеивал. И эта штука уже сделана очень сложно. Тут напечатано. Здесь эта рамка вообще из картона черного сделана, наклеена, потому что картон получше себя вел. И это залито сто пятьсот слоями лака, чтобы максимально долго прожило. Примерно такие приколы были в каждом кубе, где что-то там не так шло и приходилось переделывать много раз. Эта загадка осталась без изменений. То есть это метки, вот эти буквы. На самом деле это метки для компьютерного зрения, которые в приложении будут вырастать в дополненную реальность. Соответственно, так как я просто видео снимаю, сейчас вам ничего не смогу показать. Вот они со всех пяти сторон идут. На дне, на подставке у нас, соответственно, это символы и стрелочка. Соответственно, видно здесь, где начало и конец. Это вот последовательность, в которой игроки должны нажимать в приложении. Они просто ее нажимают. Ну, то есть очень простая, быстрая загадка нижняя. Это подольше. Так как они должны со всех сторон осматривать, думать, сбалансировано. Здесь я не делал никаких изменений по отношению к сценарию. Она не использует электроники. Тут нет подсказок, поэтому там нет никакой кнопки снизу. Этот куб, вы его можете даже не узнать по сценарию, потому что по сценарию он должен был выглядеть где-то так. То есть это должно было быть ощупывание бачков. И сверху игроки должны были вставлять девайс в слот и смотреть дырочки. Но я его изменил полностью. Сейчас объясню почему. Начнем с боков. Ощупывание. Я когда начал тестировать, оно очень плохо себя вело. Ну, это было просто неинтересно. Неинтересно. Поэтому я заменил вот на такие бока. То есть это стекло. А за стеклом пумпочки разных выступов. То есть функциональные там и там используются выступы. Но я убрал цветастость и убрал ощупывание. Теперь они осматривают и визуально смотрят, какие торчат сильнее, какие торчат меньше. И в приложении, соответственно, примерно то же самое. Будут выбирать те или иные кнопки. А уровень, ну тут же четыре стороны, четыре уровня, где какие пумпочки вводить, они смотрят по нижней надписи. Вот видите, здесь написано Косама Короб Бэйс 3.165. А здесь уже написано Бэйс 2.122. Со всех сторон разные надписи. Это электронная загадка, там много чего есть. Поэтому внизу есть кнопочка, я сейчас ее нажал. Сейчас, может, не видно будет, но там очень много электроники внутри. Очень аккуратно сделано, игроки могут посмотреть. Все видно, так как просвечивается. Эта загадка должна была быть слотом. В слот они должны были просто вставить телефон и смотреть в дырочки, какие цвета, нажимая кнопки, какие цвета там выбрать, выровнять. Но я поменял почему. Во-первых, система слотом царапала планшет. Мне это не нравилось, так как у него камера выступает. Я, конечно, пытался делать специальный смягчитель по бокам, но решил не насиловать и изменить. Кроме того, были проблемы, допустим, если вы меняете оборудование, допустим, планшеты, то размер уже не подойдет. И, соответственно, эта загадка сверху становится нефункциональной. То есть, допустим, новый будет маленький или большой экран, и все, и не совпадут дырочки мои физические с экраном. Поэтому я сделал другую загадку, но она интереснее, и она стала электронной. В отличие от той, этот куб по базовому сценарию должен был быть проще, просто без электроники. Я его сделал интереснее. У нас здесь есть слайдер, который можно двигать. Слайдер, кнопка. Это уровни. А здесь какие-то буквы. Сейчас я выключу освещение, чтобы лучше было видно. Когда игроки его видят, он у меня в ждущем режиме. Я так сделал, чтобы меньше тратить электричество. Они, естественно, нажимают кнопку, то, что происходит, начинает мигать. Слайдером игроки выбирают уровень. Например, первый, второй, третий или четвертый. Уровень, какой им показывают в приложении. То есть, там будет надпись «Протокол Level». И там будет написано «Выберите протокол Level 2». Вот они выбрали. Смигает. Следующее. Они выбирают. Тут пиктограммы. Они помогают понять. Это «Подвигать», «Нажать», «Думать». Нажимают. И здесь мигает какая-то, не знаю, слышно или нет. Еще и пикает немножко. Мигает последовательность букв. Эту последовательность букв они должны будут ввести в приложение. Соответственно, чем дальше по уровню, то есть, первый, второй, третий, четвертый, чем последовательность длиннее. Первая у меня четыре всего лишь символа, пять. Вторая у меня шесть символов. Третья восемь. И четвертая девять. Вот. Ну, такая мнемоническая загадка. Она интересна тем, что она мигает, пикает. То есть, более киберпанковская такая. Следующая загадка у нас состоит сверху из окошка, в котором игроки должны увидеть последовательность единиц нулей определенную. А на передней панели у нее должны быть часы, у которых вместо циферната будут иероглифы. Эта загадка сохранилась. Вообще неизменном виде. То есть, у нас часы. В этой загадке есть подсветка. То есть, я сейчас вот включу-выключу. Вот. Я отключу освещение, чтобы было хорошо видно, насколько подсветка. Подсветка есть. И стрелочка медленно ползет. Обратно включу. Ну, соответственно, здесь логика не изменилась. Игроки смотрят сюда. А в приложении нажимают кнопки иероглифов, которые здесь стрелка проходит в то же самое время. Скорее всего, я буду делать два варианта в приложении загадки. Вот видите, здесь на каждый раздел есть иероглиф. Изначально я планировал, как помните, вот здесь иероглифов меньше. То есть, допустим, есть пропуск. Тут на пять часов нет иероглифа. Скорее всего, было делать уровни, возможно. Чтобы, допустим, там появляли, там был сэферблат, но без иероглифов, в котором было показано определенные иероглифы. И здесь они смотрят именно правильно по времени, во сколько нажать. Это сейчас немножко сумбурно, но должно быть интереснее, чем базовая версия. Верхнюю загадку я модифицировал. Дело в том, что изначально я хотел использовать визор что-то вроде глазка дверного. Но это было очень неудобно, когда ты наклоняешься, смотришь. Допустим, столы все разные. Тыкаешься, носом упираешься в куб. То есть, когда это была маленькая загадка, да, вот в хакерах изначально, ее было удобно к голове подносить, а голову к кубу неудобно. Поэтому я изменил маленький визор. Я линзы пробовал, разные варианты линзы. Военный даже визор смотрел, они просто такие гигантские визоры бронированные. Ну, то есть, ничего мне не понравилось, поэтому я сделал большое окошко, но изменил немножко тему. То есть, тут, так как окошко, можно было бы увидеть, но я сделал ее зеркально, опять ничего не видно. И чтобы посмотреть внутрь, нужно нажать с каждого борта две кнопки здесь и две кнопки здесь. Вот сейчас покажу. У нас есть подсказки на кнопках на каждой. Это три пальца с кнопкой плюс вот это. То есть, они понимают, что вот эти все кнопки, они связаны, и нужно одновременно. Сейчас погасим освещение и нажмем. Вот я нажимаю кнопки с двух сторон. Вот. И игроки видят ту же последовательность, как указано в сценарии. То есть, тут минимум нужно два игрока с очень большими руками, или три игрока, которые запомнят все и потом ведут. Продиктуют и в приложении они будут вводить это. Перейдем к следующему кубу. Этот куб состоит из загадки с барабаном, как в сценарии, которые они вращают. И загадки на верхней грани. Это загадка с специальным приспособлением. Вот таким. То есть, они изначально ее находят так, или как админ ее положит. В общем, это активаторы как раз. Я таких штук сделал с запасом. По-моему, три штуки у вас будет таких. То есть, они используют одну. Ну, как в анекдоте с подшипниками. Если один сломает, второй потеряют. У вас будет еще. Начнем с верхней. Тут точно так же, как в сценарии, игроки, устанавливая в те или иные слоты, включают подсветку сегментов. Сейчас я, наверное, выключу освещение, чтобы было видно. В реальность он очень ярко светит. На камере он тускло видно. По базовому сценарию, видите, у меня много этих кубиков было. Я хотел выдавать все. И они составляли комбинацию в зависимости от того, что указывается. То есть, какая. Но я решил, зачем админу возиться с кучей кубов. Вот таких вот, с кучей штучек этих. И потом их собирать, терять. Мы дадим одну. Они последовательно смотрят. Допустим, сюда, там, сюда и сюда. Какая цифра выходит в голове, запоминая. И уже вводят цифру. То есть, пусть побольше действий сделают вам полегче. Вторая загадка у нас. Это поворотный барабан. Здесь даже подсказка есть. Это барабан. Смотреть. Это цвета. Это подсказка. Цветовая схема. Ну, сложная, но игроки поймут. И вращать. Вращать у нас есть вот эта ручка. Сейчас включу освещение. У нас есть ручка, на которой есть определенные знаки. Это значки, стилизованные под различные микрочипы. Они все разные. Ну, и здесь есть значок, что вот выбирать. И желтый треугольничек указывает, что сюда. Есть всякие декоративные мелочи. Вроде вот таких накладок. Акоса, макорб. Всяких декоративных. По базовому сценарию игроки должны были считать цвета. Если помните, я взял красные и синие. Они просто пересчитывали, допустим, выбирали нужный уровень. Смотрели иероглиф. Здесь я иероглиф заменил на пиктограмму чипа. Потому что иероглифов и так много. Здесь иероглифы, здесь иероглифы. Здесь тоже какие-то иероглифы. Соответственно, я это поменял в процессе, чтобы не путаться. Потому что у меня правила в геймдизайне. Игроки однозначно должны понимать, где искать. Потому что когда иероглифы везде, они путаются. Тут они будут в приложении видеть вместо иероглифа микрочип. Они выбирают, допустим, нужный микрочип. Допустим, вот этот вниз. И у них показывается определенная сторона. Как видите, да, они все разные. И на ней уже смотрят символы. Вот если посмотрите, они уже у нас не двух цветов, а трех. Я, наверное, сделала побольше. Зеленый, голубой, розовый. Чтобы было поинтереснее. И здесь в базовом сценарии две кнопки, а будет три. Соответственно, голубая, розовая и зеленая. Они натыкивают. Тут будет меняться счетчик, а я добавлю. Здесь нет счетчика, я добавлю счетчик. Сколько они натыкали. И кнопка сброс. Вот натыкают, вводят. И если правильно, следующим какой-то уровень. Я здесь сделал... Это тексты классической философии японской. Там есть про доулись, про путь. Ну, то есть, даже если у вас будут играть японцы, это не просто какие-то глупости, написанные в этом Google Транслете. Это я взял с японского сайта. Это было сложно, кстати, копировать. Но вот он сюда вот вместился. Я их раскрасил. В этой загадке есть подсветка, поэтому там кнопка есть. Сейчас я отключу питание. Видите? Все светится. Если я сейчас выключу его, если будет узкое освещение, она подсвечивает у меня внутри. Следующий куб у нас состоит из двух загадок. Первая на верхней и передней панели. С передней панели они с помощью вот таких вот штук, прикладывая их в слоты, две одновременно зажигают лампочки на верхней панели с иероглифами. А три другие стороны, они сделаны, загадка, с отпечатками. Если помните, отпечаток используется как идентификацию уровня. И лампочки, которые зажигаются, это количество секунд, сколько нужно держать. Начнем с той, которая про секунду. Соответственно, возьмем любые стороны. Вот они просто нажимают. И у нас здесь вот ряд лампочек. И на каждой стороне зажигается только свое. Но еще включается подсветка, чисто декоративная. Сейчас отключу освещение. Чисто декоративная. Под отпечатком. Отпечатки у нас разные. Такие стилизованные. Тут надписи, треугольнички всякие. Здесь другое количество. Будет включаться два. И на третьей стороне, соответственно, другое. Вторая загадка у нас будет. Они берут две такие штуковинки. И, соответственно, вставляют. Приложение им показывает, какие буквенно-цифренные ряды нужно выбрать одновременно этими штуками. А иероглиф, который будет наверху зажигаться и будет ответом. Соответственно, они, к примеру, вот эти две прикладывают. У нас зажигается наверху. Вот, например. Вот я прикладываю. И, соответственно, какая-то другая комбинация, там, Е, Е5. На, или наоборот, А. Вот такая. На зажига. Соответственно, здесь для каждой лампочки есть какая-то своя комбинация, вся разная. Ну, здесь, опять же, два человека. Один держит приложение, второй нажимает эти комбинации. Здесь не менял я ничего, ни в одной, ни в другой загадке. Все осталось точно такое же. Здесь декоративные элементы, но у нас не используется. Вот, все такое красивое. С множественным элементом вот эти вот. Если заметили, везде используются разные декоративные подложки, чтобы оттенить. То есть у нас вырез. Там еще подложка сделана желтая. Перейдем. Да, остался последний куб. Следующий куб у нас состоит из двух загадок. Первый у нас наверху и трех сторонах. Это такие вот крутилочки. Вращательные. И загадка на передней панели. Обе из них я модифицировал. Начнем с переда. Сейчас выключу свет. Я ввел другое влияние вот этих кнопок. И немножко поменял расположение всех проводов. По изначальной задумке у меня должно было быть два ряда тикетов, которые связаны проводами. Еще и разных цветов было. Во-первых, я отменил цвета, потому что слишком легко было. Во-вторых, я изменил конфигурацию. Теперь у нас сверху. Вот слева и справа по четыре. И посередине еще шесть дополнительных. Четыре слева и справа, они связаны проводами. Вот как раз вот эти вот витки провода. И горькие прослеживают, допустим, какой там связан. Там х12. Куда он идет там. А вот эти лампочки, они связаны с кнопками. Если нажать каждую из кнопок, сжигаются те или иные лампочки на этих тикетах. То есть базовая идея левая и правая это осталось. То есть они смотрят здесь и в приложении убирают парами. А вот эти с лампочками, чтобы убрать, они нажимают, допустим, какую-то хоп. И на одной из кнопок загораются сразу две лампочки. У LL2 и LL8. И они понимают, что они связаны. Допустим, следующую нажимают, она горит одна. XC7. То есть в приложении она не будет вообще убираться. А здесь AQ2 и TY5. Соответственно, связаны. То есть немножко усложнил. В изначальном варианте у меня здесь была зеркальная пленка. И они просто какую-то комбинацию одновременно нажимали или все. И подсветка включалась. Но это был уже такой повтор, неинтересный. Поэтому я упразднил. Перейдем к следующей. Это загадка у нас аж с трех сторон. С трех сторон у нас барабаны. Каждый барман помечен своим иероглифом. Они все разные. Все стилизованы. Все разные. У нас, соответственно, есть треугольничек, Который указывает, куда вращаем. Киск. Красная точка. Она тоже важна. И у нас есть верхняя панель, На которой будут загораться те или иные лампочки. Здесь я что изменил? Здесь я изменил, что у меня изначально вот здесь вот, Где сейчас кнопка, Тоже была лампочка. Изначально, когда они просто вращали, Они включались. Но я сделал ее для экономии батареи. Потому что они бы постоянно горели. Допустим, игроки там покрутили и пошли. И горит. Что не очень хорошо для длительности работы куба. А я делал максимально, чтобы была длительная работа. Вот максимально, чтобы вам как можно меньше менять батарейки. Поэтому я ввел кнопку. И только когда они ее зажимают, Включаются те или иные лампочки, Которые выбраны на барабанах. Возьми, пожалуйста. Вот, допустим, один игрок, нажимая лампочку, Нажимая кнопку, активирует. И теперь уже, когда мы вращаем барабан, Мы барабаном выбираем те или иные секции. Соответственно, в приложении они смотрят, Как тот или иной барабан в зависимости от иероглифа повернуть. Сюда, сюда, сюда. И какая у них здесь вот картина. На самом деле они в загадке смотрят сюда, В приложении показывается эта карта. И потом пытаются ее методом подбора Подобрать, вращая эти барабаны. То есть один нажимает, Два других крутят и смотрят. То есть базовая идея осталась. Просто я добавил усложнение с этой кнопкой. Оно будет всегда работать, Потому что какой-то из барабанов зацепится. Зацепится магнитом за датчик. И какая-то лампочка включится. То есть не будет такого, что они жмут, Ничего не происходит. А раз они понимают, Что как-то это связано, Покрутят и уже поймут. Потом отпустили, все. Следующая команда будет свою накручивать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...